Слово пятое. О непостижимом. Если кто намеревается говорить о предмете обширном, который требует продолжительных рассуждений, и вполне разъясняется не в один, два или три раза, но в более продолжительное время, тот должен, по моему мнению, предлагать учение уму слушателей не все вдруг и за один раз, но разделить целое на многие части, через такое раздробление сделать бремя речи легким и удобо приемлемым. Наш язык и слух, и каждый из наших чувств имеет свою меру, законы и назначенные им пределы. И если кто решается когда-нибудь переступить эти пределы чувств, то лишается и присущей им силы. Что приятнее, Света, скажи мне? Что радостнее солнечных лучей? Однако, это приятное и радостное становится неприятным и тягостным, когда действует на глаза наши чрезмеру. Для того Бог определил после дня следовать ночи, чтобы она, приняв утомленные глаза наши, сомкнула веки, усыпила зрачки, успокоила ослабевшую у нас зрительную силу и сделала ее способнейшей к созерцанию следующего дня. Поэтому бодрствование и сон, противоположные друг другу при умеренности, одинаково приятны. И называя приятным Свет, мы называем приятным также и Сон, разлучающий нас со Светом. Так неумеренное всегда тягостно и неприятно, а умеренное приятно, полезно нам и отрадно. Посему и я, продолжая речи непостижимым, уже четвертый или пятый день, и сегодня, не намеренно кончить ее, но предложив вам возлюбленную умеренную беседу об этом, думаю опять дать отдохновение уму вашему. На чем же мы ранее остановили речь? Необходимо продолжить ее с того места, потому что учение следует в непрерывном порядке. Тогда мы говорили, что Сын Грома сказал, Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре, о чем Он явил. Сегодня надо было узнать, где исповедовал-то сам Единородный Сын Божий. Отвечал Иисус Иудеям, говорит Евангелист, и сказал, не то, чтобы Отца видел то, кроме Бога, то сущее от Него Он видел Отца. Иоанна 6, 43. Здесь опять видением Он называет знание. Сказал не просто, никто не знает Отца. И замолчал, чтобы кто-нибудь не подумал, что это говорится только о людях. Но желая показать, что ни ангелы, ни архангелы, ни высшие силы не знают Отца, Он объяснил это прибавлением. Ибо сказав, никто не видел Отца, Он присокупил только Сын, сущий от Отца. Если бы Он сказал просто «никто», то многие слушатели, может быть, подумали бы, что это сказано только о нашем роде. А теперь, сказав «никто» и прибавив только Сын, этим прибавлением Единородного Он исключил всякую тварь. Неужели, скажет Он, исключил и Духа Святого? Нет. Так как Дух не есть часть творения. Слово «никто» всегда употребляется для исключения одной только твари. Равным образом, когда говорится об Отце, то не исключается Сын. И когда говорится о Сыне, то не исключается Дух. А чтобы здесь показать, что слово «никто» сказано не для исключения Духа, но для изъятия твари, послушаем, как о том же самом Знании, которое приписывается одному Сыну, говорит Павел в беседе с коринчанами. Что же Он говорит? «Кто знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в Нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божьего». Как здесь слово «никто» не исключает Сына, так и изреченное Христом слово «никто» не исключает Духа Святого. Отсюда очевидна истина сказанного. Если бы в словах «никто не видел Отца, только Сын, который от Бога исключался от Духа», то напрасно Павел говорил бы, что как человек знает находящееся в Нем Самом, так и Дух Святой с точностью знает сущее в Боге. В таком же смысле употребляется и слово «один». Оно имеет одинаковое с тем значение и силу. Смотри, «один», — говорит апостол, — «бог Отец, из Него все, и один Господь Иисус Христа, с которым Христос, с которым все». Если наименование Отца единым Богом исключает Сына из божества, то и наименование Сына единым Господом исключает Отца из господства. Но Отца не исключает из господства слово «один». Господь Иисус Христос, следовательно, и Сына не исключает из божества слова «один Бог Отец». Если же опять скажут, что Отец называется одним Богом, единым, потому что Сын, хотя и есть Бог, но не таковой Бог, как Отец, то из тех самых положений, которые допускают еретики, а мы не сказали бы этого, следовало бы, что Сын называется единым Господом, потому что Отец хотя и есть и Господь, но не такой Господь, как Сын. И если же последнее нечестиво, то и первое неосновательно. Напротив, как выражение «один Господь не исключает Отца из истинного господства» и не приписывает господство одному только Сыну, так и выражение «один Бог» не исключает Сына из истинного, существенного и совершенного Божества, и не показывает, что оно принадлежит только Отцу. А что Сын есть Бог, и такой же Бог, как Отец, оставаясь, впрочем, Сыном, это видно из самого прибавления. Если бы имя Бога принадлежало только Отцу и не могло указывать нам на другую ипостась, кроме одной нерожденной и первой ипостаси, для которой одной оно и было собственным и отличительным именем, то излишне было бы прибавлено слово «отец». Тогда достаточно было бы сказать «так, один Бог», и мы поняли бы, о ком говорится. Но так как имя Бога есть общее для Отца и Сына, и сказано «один Бог», Павел не определил бы, о ком он говорит. То ему нужно было бы говорить «отец», чтобы показать, что он говорит о первой и нерожденной ипостаси, так как название Бог не могло именно на нее указывать, потому что оно есть общее у Отца с Сыном. Один из этих имен, одни, суть общая, а другие собственные. Общее употребляется для того, чтобы показать безразличие существа, а собственное для того, чтобы означать свойства ипостасей. Имена Отец и Сын, суть собственной имена каждой ипостаси. А имена Бога и Господь общие. И так, поставив общее имя «один Бог», апостол должен был прибавить и собственное имя, чтобы ты знал, о ком он говорит, и чтобы нам не впасть в безумие еретика Савелия. А что имя Бога не больше имени Господь, и имя Господь не меньше имени Бог, видно и следующее. Во всем Ветхом Завете Отец непрестанно называется Господом, Господь Бог твой, говорится. Господь один есть в Второзаконе 6.4. И еще Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. И еще велик Господь наш, и велика крепость Его, и разума Его нет числа. И еще. Да познают, что имя тебе Господь, ты один Вышний по всей земле. А если бы имя Господь было меньше имени Бог, и недостойно этого существа, то не следовало бы говорить, да познают, что имя тебе Господь. Псалом 82.19. Также, если бы имя Бог было больше и достаточнее имени Господь, то не следовало бы сыну, который, по их мнению, менее отца, называется именем, принадлежащим отцу, таким, которое было бы собственным именем одного только отца. Но это не так. Не так. И сын, не менее отца, имя Господь, не ниже имени Бог. Посему Писание употребляет это название, эти, безразлично, и об отце, и о сыне. Вы слышали, что отец называется Господом. Теперь мы покажем вам, что и сын называется Богом. Все девы в очеве примет и родит сына, нарекут имя Ему Эммануил, что значит с нами Бог. Видишь ли, что и отцу принадлежит имя Господь, и сыну имя Бог. Как там сказано, допознают, имя тебе единого Господь, так и здесь говорится, нарекут имя Ему Эммануил. Еще. Отрах родился нам, сын дан нам. И имя Ему, великого совета ангел, Бог крепкий, властелин. Обрати внимание на благоразумие и духовную мудрость пророков. Чтобы, сказав просто Бог, не внушить мысли, будто они говорят об отце. Они сначала упоминают о домостроительстве, так как, конечно, не отец родился от девы и был отроком. И другой пророк говорит о нем таким же образом. Сей Бог наш, и нет другого, кроме него. Варух 36. Ну, о ком он говорит это? Не об отце ли? Нет. Потому что и он, послушай, как упоминает о домостроительстве. Сказав, сей Бог наш, и нет другого равного ему, он присовокупил, что он изобрел всякий путь премудрости и дал Иакову отроку своему Израилю, возлюбленному от него. А Павел говорит, от него же Христос по плоти, сущий над всем, Бог, благословенный вовеки. Аминь. Еще. Всякий блудник или хаимец не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Еще. Явление великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. И 2.13. Также называет его Иоанн, изрекая, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. 5.26. Так скажут, но ты покажи и те места, где Писание, упоминая о Сыне, вместе с Отцом, называет Отца Господом. А я покажу не только это, но и то, что Писание и Отца называет Господом, и Сына Господом. Также называет Отца Богом и Сына Богом, поставляя вместе оба имени. Где же можно найти это? Христос, беседая некогда с иудеями, говорит, за кого вы почитаете Христа, чей Он, Сын? Говорят ему Давидов, и говорит им, как же Давид Духом называет его Господом? Говоря, сказав Господь Господу моему, сиди, одеснуй у меня. Вот Господь и Господь. Хочешь ли знать, где Писание, говоря об Отце вместе с Сыном, называет их Богом и Богом? Послушай пророка Давида и апостола Павла, который показывает нам это. «Пристол Твой Божий век века, жезл правоты, жезл царствия Твоего, возлюбил Ты правду, возненавидел беззаконие. Посему и помазал Тебя, Божий Бог Твой, и леем радости, превыше всех соучастников Твоих». И Павел также привел это свидетельство в словах «Никому из ангелов когда сказал, он так, ангелами своими он творит духов, а к Сыну престол Твой Божий век века». Нас скажут, почему же в упомянутом месте, 1 Коринфянам 8.6, Павел назвал Отца Богом, а Сына Господом. Там он сделал это не напрасно, не без причины, а потому что у него была речь к язычникам, страдавшим многобожиим. «Чтобы они не могли сказать им, обвиняя нас за то, что мы признаем многих богов и многих господ, ты сам подлежишь тому же обвинению, когда говоришь о богах, а не о боге». Поэтому Павел, снисходя к их немощи, называет Сына другим именем, имеющим одинаковую силу. А что это истина, для убеждения я прочитаю это место повыше. «И вы ясно увидите, что сказанное не есть моя догадка, а об идоложертвенном знаем, ибо все имеем разум, а разум надмивает, а любовь назидает. О единении идоложертвенного знаем, что идол в мире есть ничто, и нет другого бога, кроме единого». Видишь ли, что он говорит это, обращаясь к тем, которые признавали многих богов. «Хотя и есть так называемые боги, многие на небесах или на земле, опять он восстает против них, которые не есть боги, то есть так называемые боги. Но у нас один бог-отец, из которого все, и один Господь Иисус Христос, с которым все. Для того он и присоокупил слово «один», чтобы они не подумали, будто опять вводится многобожие. Он назвал отца единым богом, не исключая сына из божества, равно как и сына назвал единым Господом, не исключая отца из господства, но исправляя недостаток слушателей и не желая подавать им какого-либо повода к заблуждению. Это было причиной того, что пророки неясно и открыто, но темно и редко возвещали иудеям о сыне Божьем. Едва только избавившись от многобожного заблуждения, иудеи снова подверглись бы той же болезни, если бы опять услышали о боге и боге. Посему пророки везде непрестанно говорят, что Бог один, и нет другого, кроме Него. Говорят, не отвергая сына, да не будет. Но желая исцелить немощь иудеев и отслонить их от мысли о многих и мнимых богах. И так, когда ты услышишь слова один, и нет другого, и другие подобные, то не уничижай славы Троицы, но из этих выражений заключай о расстоянии между ею и тварью. Ибо в другом месте сказано, кто имеет разум Господень. А что здесь также не отрицается о разумении ни в сыне, ни в духе, это объяснено уже сказанным ранее, когда мы приводили в свидетельство слова. Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего, никто не знает, кроме Духа Божия. Так же и Христос говорит. Никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына. Так и в следующих словах. Никто не знал, не видел отца, кроме того, кто от Бога. Он видел отца. Сказав, что он знает отца с точностью, Христос вместе с тем привел и причину. Почему он знает? Какая же это причина? Бытие от него. А доказательством бытия от него служит опять то, что он знает отца с точностью. Ибо потому он знает отца совершенно, что имеет бытие от него. Признаком же бытия от него служит совершенное знание его. Никакое существо не может хорошо знать высшего существа, хотя бы между ними было и малое расстояние. Послушай, что говорит пророк об ангелах и человеческом роде. Как невелико различие между ними. Сказав, что есть человек, что ты помышляешь о нем, и сын человеческий, что ты посещаешь его, он присовкупил. Немного ты умолил его пред ангелами. И однако, так как, несомненно, есть между ними некоторое расстояние, хотя и малое, мы не знаем с точностью существа ангелов. И не можем узнать его, сколько бы не размышляли о нем, 528. Ну что я говорю об ангелах, когда мы не знаем хорошо, или вернее, нисколько не знаем даже сущности нашей души. А если те будут спорить, будто знают ее, то спроси, что такое душа по существу, воздух или дыхание, или ветер, или огонь. Они скажут, что душа не есть ни одна из этих вещей, потому что все они телесны, а душа бестелесна. Итак, они не знают ни ангелов, ни собственных своих душ, а утверждают, будто знают с точностью владыку и создателя всего, что может быть хуже такого безумия. Но для чего я говорю, что такое душа по существу? Даже и того нельзя сказать, как она находится в нашем теле. Что можно сказать об этом? То ли что она распростирается по составу тела? Но это нелепо, потому что это свойственно телам. А к душе это не относится. Как видно из того, что часто и по отсечению рук и ног она остается целой, и нисколько не сокращается от искажения тела. Или она не находится во всем теле, а сосредотачивается в какой-нибудь его части. В таком случае и прочие части необходимо должны быть мертвыми. Потому что бездушные совершенно мертвы. Но и этого сказать нельзя. Таким образом, то, что душа существует в нашем теле, мы знаем. А как она существует, этого не знаем. Познание о ней Бог сокрыл от нас для того, чтобы сильнее заградить нам устах. Удержать нас и заставить оставаться внизу. И не любопытствовать и не исследовать того, что выше нас. Впрочем, чтобы нам не доказывать этого соображениями разума, мы опять обратимся к Писанию. «Никто не видел отца, — говорит Господь, — только сущий от Бога сей видел отца». Что же из этого скажут? Этим изречением еще не приписывается сыну совершенное знание. То, что тварь не знает отца, он выразил в словах «никто не видел отца». И то, что сын знает его, он также выразил в прибавлении. Только сущий от Бога сей видел отца. Но что он знает отца совершенно, и так, как самого себя, это еще не доказано. Можно думать, скажет, что вполне не знает его ни тварь, ни сын. И что сын, хотя имеет понятие об отце, более ясное, нежели тварь, но также несовершенное. То, что он видит отца, какого он есть, и знает его, он сказал. А что он знает его совершенно, и так, как самого себя, этого еще не объявил. Но хотите ли я докажу и это, писаниями, и именно изречением самого Христа. Послушаем, что говорит он к иудеям. «Как знает меня отец, и я знаю отца?» Иоанн 10, 15. «Какого еще хочешь ты знания совершения этого?» Спроси возражающего, совершенно ли отец знает сына? И точно ли имеет всякое знание о нем, так что ничего не сокрыто от него касательно сына? Но ему принадлежит полное знание. Да, скажет он. Итак, когда ты услышишь, что и сын знает отца так, как он, сына, не ищи больше ничего, когда знание их совершенно одинаково. То же самое выражение он и в другом месте. Выражает, когда говорит, «Никто не знает сына, кроме отца. Ни отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть?» Открывает он об отце не столько, сколько сам знает, но сколько мы вмещаем. Так поступает не только Христос, но даже Павел, который говорит своим ученикам, «Я не мог говорить к вам, как к духовным, но как к плотским, как к младенцам во Христе, питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы не способны». Но скажет, он говорил это только Коринфянам. А что, если я докажу, что он знал и нечто другое, чего не знал никто из людей, и умер, зная это, один из тех людей? Где же сказано об этом в послании к Коринфянам? Где он сам говорит, «Я слышал неизреченные глаголы, которых невозможно человек услышать». И однако тот самый, который слышал тогда неизреченные глаголы, которых невозможно человеку слышать, сказать, имел знания частные и гораздо меньше будущего. Сам он сказал то, сказал и это. Отчасти разумеем, отчасти пророчествуем. И еще, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил. А когда оставил младенческое, то стал мыслить совершенное. Еще, ныне вижу, как бы в зеркале, в гаданиях, а тогда лицом к лицу. Из этого открывается нам вся лживость еретиков. Если самое существо неведомо не в том, что оно существует, а в том, каково оно, то было бы крайне безумно давать ему название. Даже если бы оно было известно и познано, и тогда нам было бы небезопасно самим от себя давать наименование существу владыки. Если Павел не осмелился дать название высшним силам, но сказав, что Бог посадил Христа, превыше всякого начальства, власти и силы, и всякого имени, называемого не только в веки всем, но и в будущем. Научив нас, что есть такие названия сил, которые мы узнаем только в будущем, не дерзнув сам заменить их другими и даже исследовать их, то какого прощения или какого оправдания могут удостоиться те, которые дерзают поступать так в отношении к существу владыки? Если самое существо Божие неведомо, то надо бы удаляться от них, как от сумасшедших. То, что Бог не рожден, известно, а что это название есть название его существа, этого не сказал никакой пророк, не открыл никакой апостол, никакой евангелист. И это вполне понятно, потому что не зная самого существа, как они могли бы назвать его по имени? Но что я говорю о Божественных Писаниях? Когда эта нелепость так очевидна и беззаконие так велико, что даже язычники, уклонившиеся от истины, никогда не дерзали сказать что-нибудь подобное. И из них никто не осмелился определить Божественное Существо и выразить его одним названием. И что я говорю о Божественном Существе? Когда они, рассуждая о природе бестелесных существ, даже ее не определили надлежащим образом, но предлагали некоторое темное изображение и описание ее, а не определение. А как еще умничают еретики? Таким образом, говорят они, ты не знаешь того, что почитаешь. На это совсем не следовало бы даже отвечать, после того, как из Писаний доказано, что невозможно знать Бога в его существе. Но так как я говорю не по вражде, а для их исправления, то теперь докажу, что не знают Бога не те, которые не знают его существа, а те, которые усиливаются познать это существо. Скажи мне, если бы два человека спорили между собою о знании величины неба, и один из них говорил бы, что человеческим глазам невозможно обнять его, а другой утверждал бы, что все небо можно измерить пятью руки, то кому из них мы приписали бы знание величины неба? Тому ли, кто утверждает, будто знает, сколько в нем пиадий? Или тому, кто признает свое незнание? Если же тот, кто отступает перед величиной неба, оказывается более знающим эту величину, то как мы не будем относиться с таким же благоговением к Богу, не крайне ли это безумие? От нас требуется только знать, что Бог существует, а не исследовать его существа. О чем послушай, как говорит Павел, ибо приходящим к Богу надобно веровать, что Он есть. Так же и пророк, осуждая некоторых в нечестии, осуждает не за незнание того, что такое Бог, но за непризнание того, что Бог существует. Сказал, говорит он, безумие сердца в своем, нет Бога. И так, если этот безумие оказывается нечестивым не потому, что не знает существа Божия, а потому, что не признает бытие Божие, то для благочестия довольно признавать, что Бог существует. Но у них придумано некоторое другое возражение. Какое же? Сказано, говорят они, что Бог есть Дух, но разве этим, скажи мне, определяется существо Его? Кто может допустить это? Если он хотя сколько-нибудь приближается к дверям Божественных Писаний? На таком основании можно было бы сказать, что Бог есть Огонь, как написано, что Бог есть Дух. Так же написано, что Бог наш Огонь поедающий, а в другом месте, что Он источник воды живой. Всем этим, по их мнению, был бы у нас Бог и слагался бы из всего этого. Но чтобы нам не пустословить, выставляя на вид ненуждающиеся в опровержении, окончим теперь речь против них и всецело обратимся к молитве. И чем более они оказывают нечестие, тем более мы будем просить и молиться о них, чтобы они когда-нибудь оставили свое безумие. Ибо приятно сие пред Богом Спасителем нашим, который хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в истинный разум. Итак, не перестанем совершать о них моления. Молитва есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство никогда не истощаемое, пристань безмятежная, основание спокойствия. Молитва есть корень, источник и мать бесчисленных благ и могущественней царской власти. Бывает иногда, что облеченный диодимой страдает горячкой и лежит на постели в воспалении, а около него стоят врачи, как киносты, слуги, военачальники. Но ни искусство врачей, ни присутствие друзей, ни услужливость рабов, ни множество лекарств, ни драгоценность убранства, ни изобилие богатства и ничто другое человеческое не может облегчить постигшие его болезни. Если же войдет кто-нибудь, имеющий дерзновение пред Богом, и только коснется его тело, и вознесет он им чистую молитву, то вся болезнь исчезает, и таким образом, чего не могли сделать богатство множество прислужников, опытное искусство и величие царской власти, то часто могла совершать молитву одного бедного и нищего. Впрочем, я говорю о молитве не пустой рассеянной, но возносимой с усердием, из души скорбящей и сердца сокрушенного. Такая молитва восходит к небу, как вода, пока течет по ровной местности и имеет большой простор, не поднимается кверху, а когда руки водопроводчиков снизу задержат и стеснят ее, то она быстрее всякой стрелы устремляется в высоту. Так точно и душа человеческая, пока пользуется большой свободой, развлекается и рассеивается. А когда неизменные обстоятельства стеснят ее, то она, выдержав хорошее испытание, возносит к горе чистые и усердные молитвы. А чтобы тебе убедиться, что молитва совершается в скорби, скорее могут быть услышаны такие молитвы пред Богом. Послушай, что говорит пророк. Господу, когда скорбеть мне, воззвал, и он услышал меня. Возбудим же свою совесть, опечалим душу памятью о грехах, опечалим не для того, чтобы стеснить ее, а для содействия тому, чтобы она была услышана, чтобы она трезвилась, бодрствовала и достигала до самых небес. Ничто так не отгоняет беспечности и рассеянности, как скорбь и печаль. Она отовсюду сосредотачивает душу и обращает ее к самой себе. Кто так скорбит и молится, тот после молитвы может испытать в своей душе великое удовольствие. Как сгустившиеся облака сначала делают воздух мрачным, а не впустив обильный дождь, излив всю влагу, оставляет воздух чистым и светлым. Так точная печаль, пока скопляется внутри, помрачает наш ум. А когда разрешится словами молитвы и соединенными с нею слезами, и выйдет изнутри вон, то оставляет в душе великую ясность, так как в душу молящегося входит, как некоторый луч, помощь Божья. Меже тем, какая у многих холодная отговорка. «Я не имею дерзновения», говорят они, «я стыжусь и не могу открыть уста». Это сатанинская стыдливость, это прикрытие беспечности. Этим дьявол хочет затворить для тебя двери, ведущие к Богу. Ты не имеешь дерзновения, но великое дерзновение, великая польза в том и состоит, чтобы считать себя не имеющим дерзновения, равно как стыд и крайняя опасность считать себя имеющим дерзновения. Если ты имеешь много заслуг и не знаешь за собой ничего худого, но считаешь себя имеющим дерзновения, то всякая молитва твоя недействительна. Если же ты носишь в совести великое бремя грехов и при этом признаешь себя последним из всех, то ты будешь иметь великое дерзновение пред Богом, хотя еще нет смиренно мудрия в том, чтобы грешник считал себя грешником. Смиренно мудрия состоит в том, чтобы, сознавая за собой много великого, ничего великого о себе не думать, чтобы, уподобляясь Павлу, и имея возможность сказать, хотя я ничего за собой не знаю, и в то же время говорит, но тем не оправдываюсь. И еще, Христос Иисус пришел спасти грешников, из которых я первый. В том и состоит смиренно мудрия, когда кто, будучи высоким по заслугам, смиряет сам себя в уме. Впрочем, Бог по неизреченному своему человеколюбию не отвергает от себя и принимает не только смиренно мудрствующих, но и тех, которые искренно исповедуют грехи свои. Бывает милостив и благ даже и к таким людям. А чтобы тебе убедить, о какой великое благо, не мечтать о самом себе ничего великого, представь в уме две колесницы, из которых в одну запряги праведность и высокомерие, а в другую грех со смиренно мудрием. И ты увидишь, что колесница греха опередит праведность не собственную силою, но силой сопряженного с ним смиренно мудрия. А колесница праведности отстанет не по немощи праведности, но по тяжести и громадности высокомерия. Как смиренно мудрия своей превосходной высотой преодолевает тяжесть греха и быстро восходит на небо, так высокомерие по своей великой тяжести и громадности может пересилить и превыскреннюю праведность и легко влечь ее вниз. А что первая колесница бывает быстрее последней, вспомни о фарисее и мытаре. Фарисей впряг вместе праведность и высокомерие и говорил так, Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие человеки, хищники, неправедники или как этот мытарь. О, безумие! Его высокомерие не удовольствовало с сравнением со всем родом человеческим, но с великим неистовством напало и на близ стоявшего мытаря. Что же тут? Он не восстал против поношения, не оскорбился у коризны, но великодушно перенес сказанное, и стрела врага сделала за него ручерством и исцелением, поношение похвалою, у коризны венцом. Так велико благо, смиренно мудрее, так полезно не оскорбляться за условиями других и не раздражаться обидами ближних. Можно и от них получить в себе великое и важное благо, как и было с мытарем. Претерпев поношение, он очистился от грехов и сказал, «Боже, будь милости ко мне, грешнику», и пошел более оправданный, нежели тот. Слова оказались выше дел, и с речениями побеждены деяния. Парисей выставлял на вид праведность, пост и десятины, а мытарь произнес простые слова и избавился от всех грехов, потому что Бог не слова только слышал, но видел и душевное расположение, с которым они были произнесены, нашел его уничиженным и сокрушенным и помиловал по своему человеколюбию. Впрочем, это я говорю не для того, чтобы мы грешили, но чтобы были смиренно мудрыми. Если мытарь, человек, отличавшийся крайним нечестием, приобрел такое благоволение Божие, не смиренно мудрым, а только раскаянием, объявлением грехов своих и исповеданием того, чем он был, то какую великую помощь получат от Бога те, которые совершили много добрых дел и ничего великого о себе не думают? Посему прошу, убеждаю и умоляю вас, непрестанно исповедовать свои грехи перед Богом. Я не выставляю тебя на вид перед подобными тебе рабами и не принуждаю открывать грехи людям. Раскрой совесть свою перед Богом. Покажи ему свои раны и проси у него врачебства. Покажи тому, который не укоряет, а врачует. Он видит все, хотя бы ты и умолчал. Скажи же, чтобы тебе получить пользу. Скажи, чтобы сложить в себя здесь все грехи, отойти туда чистым и безгрешным избавиться от будущего невыносимого их обнаружения. Три отрока находились в печи, предав душу свою за исповедание владыке. И однако, после столь великих подвигов они говорят, мы не можем открыть и уст, стыд и поношение на рабах твоих и чтущим тебя. Для чего же вы отверзаете уста? Для того, говорят они, чтобы сказать именно это, что мы недостойны и уст открыть и этим преклонить к себе владыку. Даниила 3.33 Сила молитвы погашала силу огня, обуздавала ярость львов, останавливала войны, прекращала сражения, утешала бури, прогоняла демонов, отверзала врата неба, расторгала узы смерти, отгоняла болезни, отражала злобу, укрепляла колеблющиеся города. И свыше посылаемые удары, человеческие козни и все вообще бедствия отклоняла молитва. Опять я говорю не о той молитве, которая бывает только на устах, но о той, которая возносится из глубины души. Если деревья глубоко пустили свои корни, то их не сокрушат и не вырвут даже бесчисленные напоры ветра, потому что корнями своими они крепко держатся в глубине земли. Так точные молитвы возносимы из глубины души, имея там свои корни, безопасно возносятся к горе и не задерживаются никакими нападениями помыслов. Поэтому и пророк говорит, из глубины воззвал к тебе Господи. Я говорю все это не для того, чтобы вы только хвалили, но чтобы исполняли и надели. Если несчастные получают некоторую отраду, высказывая людям свои несчастья и с прискорбием описывая постигшие их бедствия, как будто в словах своих находят некоторое облегчение, то тем более ты получишь облегчение великое утешение, если откроешь твоему владыке страдания души своей. Человек часто отстяготится тем, кто сетует и плачет перед ним, отстраняется и отвращается от несчастного, а Бог поступает не так, но принимает и привлекает к себе, и хотя бы ты продолжительно высказывал ему свои несчастья, он тогда еще более любит тебя и внимает твоим молением. это самое выражая Христос и говорил придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас. Итак, он зовет, не отвратим своего слуха, он влечет, не будем убегать от него, хотя бы у нас было множество грехов, тогда еще более будем прибегать к нему, потому что таких он и призывает. Не пришел, говорит он, призвать праведников, но грешников на покаяние, и там он называет обремененными и труждающимися тех, которые обременены тяжестью грехов. Он называется Богом утешения и Богом щедрот 2 Коринфянам 1.3 Потому что его непрестанная деятельность стать, чтобы утешать и призывать скорбящих и сетующих, хотя бы у них было множество грехов. Только предадим ему себя, только прибегнем к нему и не будем отступать, и тогда мы на опыте познаем истину сказанного, и ничто случающееся с нами не в состоянии будет опечалить нас, если будем возносить молитву напряженную и усердную, посредством ее мы избавимся от всего, что бы нас не постигло. И удивительно ли, что сила молитвы может прекращать человеческие горести, если она легко погашает и истребляет самые грехи. И так, чтобы нам легко провести настоящую жизнь, свергнуть все грехи, какие мы навлекли на себя, и с дерзновением предстать предпрестолом Христовым, будем постоянно приготовлять себе это врачевство, составляя его из слез, усердия, постоянства и терпения. Таким образом, мы и будем наслаждаться постоянным здоровьем и получим будущие блага, которых Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.